Бабушки потворствуют и балуют внучат, закармливают сладким шоколад в пирожном. Им не приходится при пенсиях скучать, кубышки быстро им потомки опорожнят. При полном проигрыше в воспитании деток, осознают, осознавая катастрофу в личном, А не на уровне животных, им видно, песня спета, о, только бы внучата учились на отлично. Но подрастают внуки и распускают руки, ляхает соседка, поражаясь внуком, О, сколь неблагодарные молвы по всей округе, не раз пришлось курящего картежника застукать. Когда бы внуков приучили старость чтить, как евника, родившая от грека Тимофея, А вдовок подвердит другой епископ Тит. Лаида бабке вера дала как бы трофеи. Ходили вместе слушать синагогу, и в Иерусалиме творили поклонение. Ту тайну темы небезопасно трогать, где и когда он преклонял колени. Единственная бабка, еще веру похвалил, не кто-то, сам апостол Павел. Лаила, да образ твой тысячелетий мил, твой труд по всей земле, и мы восславим. Талант, умение веру внукам передать, не повредить фундаменты и кромки, Чтоб не заела внука безбожная среда. При звании епископа, какое же был он кроткий, Что наши деды-бабушки оставили наследство, речь на духовное пытаясь повернуть. Если лично в нас такое средство, Христос и Библия, вот превосходный путь. Вина у бабок, дедов безмерно велика, Свою жизнью им Христа не показали. Последствия безбожества и правнукам лакать, Пусть не умрут, увидят, карут у глазами. 3 сентября 2010 года.